Приветствую вас, дорогие друзья! На связи Олег Антонов и его компания. Сегодня у нас Венеция. Сейчас, ребята, вам откроют секреты старых мастеров. Значит, что у нас на потолочке? Потолочки у нас модельная масса финишка. И последние два слоя у нас, получается, были финишки. Финишку, чтобы мы ее укрепить, мы добавили для ПВА. Это литр на 15-килограммовое ведерко. Прошли один слой, потом накрыли. И сейчас идет полировочная паста. Ребята говорят, как воск шуруется. Это полировочная паста. Здрасте, полировочная паста. Данная мраморная паста. Знаешь, что? Она идет как воск. Получается, первая слоя, это можно назвать как жидкий мрамор. Потому что стартовая шпаклевка акриловая иркомовская, она идет на основе мраморной пудры. Что тут? Ну, если, например, взять по процессу. Сейчас я ближе к косику. Положил материальчик. Движениями тик-так. Потом стянул его. А Николаша уже полирует на полуподсыхании. Что там Николаша? Да, у него тряпочка сухая. Вот он его. Остатки материала, которые остаются на лезвие шпателя. Он их удаляет, чтобы они, так сказать, не писали о Венеции. Что здесь получается? Процесс полимеризации материала. Когда при трении образуется температура на лезвии линоза и шпателя. За это получаются те саполимеры, которые акриловые, которые присутствуют в венецианской штукатурке, в частности, андомиксовской. Они прижигаются и садуют пленочкой. Чем хороши подложечные слоя, когда мы делаем акриловой шпаклёвочкой, тоже иркомовской финишкой, с добавлением клея ПВА, чтобы её укрепить. Во-первых, выравниваем потолок. Второй момент. Сама Венеция, получается, она прозрачная. Ну, достаточно прозрачная для того, чтобы была глубина. Для того, чтобы она не светилась, не было просветов потолочных. То есть мы делаем такую подложку цветную с Венецией. Потом ещё, что касается подложки с акриловой шпаклёвочки. Опять-таки у вас расход самой Венеции будет тоже достаточно интересный. Вот получается мы сделали, сколько здесь квадратов? Квадратов пятнадцать, да, Кос? Куда здесь? Пятнадцать. Да. И вот, да. Шестнадцать, да. Шестнадцать, да. Шестнадцать, да. И вот мы взяли ведро новенькое. И вот ребята грят, ну, грамм триста, наверное, допустим. А? Так я триста сказал. А, триста. Триста. Ну, может, полкило. Ну, на всё. Ну, вот последний слой ребята делают в Венеции. У них пошло минимальное количество венеции. То есть тоже можете брать это на вооружение. То есть нет смысла, да, венецианкой делать там первые два слоя. Во-первых, там расход идёт. Ну, мы взяли сколько? Здесь квадратов сто. Вот мы взяли четыре ведра финишки. А так бы взяли, надо бы пришло и брать четыре ведра венеции. И смысл какой? Выравнивать потолки венецианской штукатуркой. Я, например, не вижу этого смысла. Ну что, ещё по инструменту тоже вот доброе слово можно сказать про швейцарские соколята, ойкосовские, лёгкие, мобильные. Рекомендуем. Мы продолжаем вещание с квартиры, где мы блестяще выполняем работу по декорации потолка. А именно в Венецию создаём иллюзию натяжного потолка. А ну да, Олег, я попробую показать. Мне здесь красиво. Вот такой у нас получается красовенный потолочек героя сегодняшнего дня Константин с Николашей. Поприветствуем их. Как это? Аплодисменты, бурные продолжительные аплодисменты. Так, что я хотел вам ещё раз, на что обратить ваше внимание, драгоценное, это сказать, потратить ваше время. Значит, положили, сняли, положили, сняли. Идём с сухого на мокрое. Материал ложим сухого на мокрое. Так же самое и полируем. Вот такими вот движениями. Как мы говорили, игрушки, яблочки положили, сняли. Положили, сняли. И последнее движение, как мы делаем? Мы его, вот эти все соплистончики, срезаем. Оно вроде как и полируется, и убирается лишнее. Вот то, что мы говорили, такой приём, как мы его назвали, бреющий. Сегодня мы продолжим разговор о нашем драгоценном потолке, дорогущем. То есть мы и отполировали его на мокрую, назовём, да, на полуподсыхание. Вот. Ну и заказчик нас попросил слёзно, чтобы мы ему сделали. Ещё раз прошлись. Чтоб он больше блестел. Он так думает, что если мы пройдёмся ещё раз, то блеска будет больше. Ну так сказать, для успокоения совести и нашей, и заказчика, мы решили ещё раз пройтись по нашему драгоценному потолочку. Ещё раз пройтись с потолёчками. Вот. То есть движение, вы уже заметили, да, у меня такие бреющие, как назвал их Олег. Что они дают? Ну я не знаю, косик, а ну может быть попробую и так. Где-то я, ну... Я тут подойду. Вот так его, да, да, подойми. И уже будет видно, например, что выходит из-под шпателя. То есть добавляет там жизнь. Не добавляет. То есть я-то вижу, что добавляет. Жизнь не добавляет. Она такой становится более, как я называю, инхрустацией добавляется. То есть видно прожилочки, которые мы оставляли, когда рисовали Венецию на первом, втором и третьем слое. Думали сделать, вскрыть вошком всё это дело. Решили пока повернуть. Если заказчик примет нас этот вариант. Надеемся, да, что ему понравится. Тут ещё какой вариант нас беспокоит, что сам потолок он неровный. То есть он, если так его до зеркального блеска делать, то тогда, получается, видны все вот такие перепадики в самом потолочке. То есть лучше, получается, он не станет. Если мы возьмём воск и полирнём его, полирнём его машиной. Взять там, например, те же болгарки с цегейковым кругом и будем полировать. То он только, может быть, подчеркнёт все вот эти неровности. Не знаю, насколько это будет хорошо и правильно будет решение. Но это мы знаем, а заказчик об этом не знает. То есть мы уже это проходили, а заказчик ещё это не проходил. Поэтому наша задача будет его найти аргументы, нам показать, что то, что мы сделали для этого потолка, это самое лучшее решение. Что ещё? По воску я уже сказал, что если бы мы работали, то мы работали бы тот, который на водной эмульсии. Как мы называем горное мыло. То есть мы бы не использовали здесь скипидар на скипидаре. Потому что, во-первых, он пикнит. Он такого не предсказуем. Ну и опять-таки, работа с ним тоже не сильно приятна. Вот такой запах у него. Помещение закрыто. Это нужен респиратор. То есть много деталей, которые... А уже горное мыло даёт нам возможность работать смело. Ну, единственная, конечно, там разница. Воск с горным мылом, он не такой крепкий. То есть его можно взять там и влажной губкой, или влажной тряпочкой, и он смывается. А уже на скипидаре, да, там больше... Ну, больше крепость. Но тоже он не даёт такую гарантию, что там можно поливать со шланга. То есть если капелька выпадается на него, и во время не смыть, то через ВОЗ тоже проходит какая-то капелька. Пара дышащий. Да, он пара дышащий, вот мне подсказывает Олег. Поэтому если хотите сделать такой бронебой, значит скройте лаком, да, скройте какой-то водоотталкивающим барьер создать, а потом... Ну, если наверное... Первая сила проходит лаком, потом лаком, потом ВОЗ, потом ВОЗ. Да, то есть такая многоходовка. Нету стопроцентного дома. Если вы хотите где-то на фартук, да, вместо рабочей поверхности, или для рабочей поверхности сделать такую штуку, то... Ребята уже мне здесь сватали на воск глянцевый, но я не смог пойти на это. Может в другой раз мы им покажем, как можно добиваться такой же зеркальной поверхности только с помощью глянцевого ушка. Так, сейчас я вам покажу, что у нас здесь получилось. Ребята тут у нас, конечно, потрудились. Просто ОГОНЬ! Просто ОГОНЬ! Вон, Николаша еще. Дополировывают. Ну, чтобы они, да, чтобы они понимали, что... Вот если, например, взять... В чем заключается вся эта слезная история? Вот если мы возьмем, да, вот так и будем перемещать, меняя, например, угол, да, то уже будет видно, да, что это просто... Ну, лед, да, уже стекло. Уже стекло. Вот. Сейчас это туда вот все дальше. Все, все, отпускай, отпускай меня. Вот. И сейчас, когда мы еще чуть дальше отойдем, увидите, как там отражение. Конечно, погода нам, это не солнышко, там особо нам не даст, конечно, такого яркого впечатления, но... Вот отсюда. Да, все равно. Нет, ниже, ниже. Вот там. Еще ниже. Подойдут вам. Вот так. О! О! Видно все. Да. Ну, хорошо. Каток. Может быть. А вот отсюда вообще еще можно видно. Вот мне легкость изменения человека, да. Вот так. Вот так поднять. В общем, такая красота, неописуемая шедевр декоративного зодчества у нас получился. Еще важно, в предыдущих интервью, репортажах, в мастер-классах мы говорили, что мы первые слоя делали с помощью финишных шпаклевок, добавляя туда клейпового, чтобы увеличить крепость. По той причине, что изначально в финишной шпаклевке, когда там технологии их изобретали, то она должна была хорошо шкуриться. Нам такой операции не нужно. То есть мы нанесли, и ее с патылечком почистили, и венецию наносим. Раньше мы использовали, что мы там, его гунтовали, накрывали венецией, в последнем слое, ну то есть делали такие многоходовки. Сейчас мы добавляем клей ПВА. И последнее вот наше изобретение, можно так сказать назвать или последнее исследование, это когда мы смешиваем с финишную с венецией. И получаем такую венецию. Венеция плюс или финиш плюс. Это, например, в первый слой мы можем положить венецию. Хотите, можно сразу делать венецию с финишкой. Сделать и первый слой, и второй слой. А можно на первый слой финишку с клей ПВА в соотношении 1 к 10. То есть на вот это ведро 15 килограммовое мы добавляем 1 литр клей ПВА. Миксером его замешали, хотите там колорант добавили, и первый слой подтянули именно первым слоем подложки, как мы его называем. Зачем это нужно? На первый слой, как правило, идет максимальное количество материала, где-то полкилограмма на квадратный метр. То есть это мы делаем с помощью подложки. Второй момент. На второй слой можем сделать венецию с финишкой. Это то, что на этом объекте наше такое открытие было. И на третий слой уже можем чистой венецией сделать. Она пойдет у нас как полировочная паста, уже как воск. А вот то, что еще раз чуть не забыл. Если мы говорим о подложке финишной шпаклевки на первые слоя, то мы подразумеваем, что вы будете и докрывать эту финишную шпаклевку акриловой венецианской штукатуркой. Ни в коем случае не используйте известковую венецию. То есть под известковую венецию там совершенно другие показатели. Там нужно грунт, квартгрунт, потом венецию, венецию венецию накрывать. То есть там никаких экспериментов с шпаклевками я не рекомендую вам делать. Вот такие вот пожелания, предложения. Я прошу прощения за этот каламбур. Акриловая венеция, акриловая шпаклевка. Шпаклевка финишная иркомовская. Мы уже сказали, да, это жидкий мрамор. То есть это на мраморной муке или на мраморной пудре она замешана с добавлением там саполимеров поливенецитатных, может, еще каких-то эмульсий. И плюс венеция тоже акриловая. В частности, здесь андомикс. Но можно брать и ту же венецию и иркомовскую. Тоже она будет очень хорошо сочетаться с финишной, с поклевкой иркомовской. Дальше. И вот в этой пропорции один к одному мы смешиваем. Вот мы смешали и получили авторскую венецианскую штукатурку. В частности, здесь у нас мы ее назвали армянская. Заказчик у нас армянин, поэтому мы ее назвали армянская. Венецианская штукатурка. Или венецианская армянская штукатурка декоративная. Так, что еще интересно? Решили вам открыть секрет старых мастеров. Еще один. В чем он заключается? Мы взяли воск для Венеции. Иркомовский. Вот он такой, как я называю, горное мыло. И смешаю с венецианкой. Все, уже сюда. Один к одному смешиваю с венецией. Получается венеция плюс. Ставь, все, ставь. Там оно интересно, когда меняются ракурсы. Один ракурс, другой ракурс, третий ракурс. Ты можешь там, хочешь там менять. Так, сними сверху, будешь там снимать. Значит, в чем преимущество такого? То есть, если вы хотите, например, почувствовать разницу, этого нужно сделать, конечно, самостоятельно. Но я, например, уже это дело прошел. И знаю, что очень интересно получается эффект. То есть, это у нас получается такая восковая патина. То есть, по большому счету, что такое венец? Венец это краска, акриловая красочка. Хотя называют там венецианская штукатурка, но там, не знаю, название штукатурка подразумевается такой какой-то наполнитель, да, там тот же кварц. А здесь кроме, ну, будем говорить, мраморной пудры, в лучшем случае. А сейчас, например, акрил. Как там делают? Из висковой венецианки. Ну, это опять-таки красочка. Но сейчас я говорю о акриловой венеции, чтобы вы тоже не путали. Все это можно делать, вот акрил, сам воск на акриловой основе и венеция акриловая. Почему я решил вам этот секрет рассказать? Многие мастера, они ищут какую-то венецию, которая могла бы соответствовать их требованиям. Она была такой, с глубиной, была прозрачная. То вот воск с венецией акриловым, с акриловой венецией акриловый воск. И дает вам возможность сделать венецию такую, какую вам нравится по прозрачности, по плотности. То есть вы можете опять, в этом она белая, вы можете колеровать. Можете отыгрываться цветами, оттенками, полутонами. Все это в вашем распоряжении. Рекомендую. Вот мы еще раз вам показали, вот венеция, вот наш воск. Но он уже, так сказать, не будем там особых подробностей. В общем, получается у нас венеция. Венеция плюс или воск плюс, как вам больше нравится. Еще раз повторюсь, акриловая венеция с воском. Тот, который, ну вот, это воск фирмы IRCOM для венецианской штукатурки. Вот. Что-то подобное, это может быть, там, ну, в потолы штучи тоже у них похожий воск. У них ЕЖИ и магната похожий воск. Вот именно такая, как мы называем, борное мыло. Вот вам привас, да, вот такое получилось. Да, приватилась венеция. Как Олег говорит, на ощущение это как будто бы как сливочное масло. За счет воска она получилась такая жирненькая. Она получилась пластичная, еще более пластичная. Даже не пластичная, а вот этот вот как шелк, да. Вот как в воске вот эта шелкография присутствует, так и здесь присутствует этот фокус. Как можно работать с нашим чудо-воском, чудо-венецией. Так же, как и с обычной венецианкой. То есть мы положили-сняли, как ложим воск, как я вам показывал. Так же мы работаем и нашей, ну можно назвать ее патина восковая. Можно назвать ее, я ее как-то называл, правда я там по уроках называл ее византийская патина. Но мы там, что мы делали, мы воск по Марселю, ну по фактурным, да, добавляли тоже венецию. Тоже получался очень интересный эффект. А здесь у вас... Скажи, что ты главное хотел сказать, что не надо носить шпателем ровными движениями, надо молевать. Ну молевать это как, оно перекрестными движениями получается. Да, 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 да. Но получается очень, ребята, камера не сможет вам передать всей... Ну какая получается инхуст... Да. Какая инхустация получается, но поверьте мне на слово, получается очень классно. Вот, этого дорогого стоит этот секрет. Ну, а бы на здоровье. То есть можно опять-таки добавлять сюда и вместо венеции можно добавлять немножко перламутров. Да, тогда у вас получится такое, как Алик мне подсказывает, меда перлаты, да, в Войкасе, там у них еще есть. То есть тут уже можно экспериментировать на ваше усмотрение. Можете венецию немножко добавлять перламутров, она тоже будет как раз легким перламутром. В общем, экспериментируйте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.